МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это планы Москвы по захвату Украины, Прибалтики и Восточной Европы. Казалось бы, для таких серьезных обвинений должны быть веские причины. Но повальная истерия западных журналистов и политологов основана лишь на дежурном заявлении российского президента, которое он сделал во время открытия форума «Армия-2015». В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. Верховный главнокомандующий назвал точное число ядерных ракет. Наверное, на Украине или в Польше эта новость и звучит устрашающе. Но стоит напомнить, что мы, ядерная держава, и 40 ракет – это всего лишь 2,5% от нашего стратегического вооружения, которое, к слову, состоит из так называемой ядерной триады – сухопутной, морской и воздушной. В общей сложности ядерный щит России состоит из 1900 боезарядов. Кому-то там на Западе явно показалось, что таким образом Россия отвечает на целую череду провокаций со стороны НАТО и Вашингтона. Министр военно-воздушных сил США в тот же день заявила о намерении разместить в Европе американский истребитель «Раптор». Цитата для демонстрации силы. А глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд на днях высказался, что его страна готова разместить у себя американское тактическое ядерное оружие. Ранее генеральный секретарь НАТО Йонес Стотенберг поделился планами об увеличении численности сил реагирования с 13 до 30 тысяч человек. В шести странах – Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии и Румынии – будет создана сеть командных центров Альянса. И все это без всякого стеснения. В прямом эфире весь мир наблюдал, как, например, из США в Латвию прибыли более 120 танков. Мэр Риги Нил Ушаков даже сделал селфи на фоне бронетехники. 25 лет назад был подписан договор об обычных вооруженных силах в Европе. Сокращенно «ДОВСЕ». Его основной целью было установить военный баланс за счет сокращения вооруженных сил. Практически сразу после подписания распался Советский Союз, кардинально изменив расклад сил в мире. Недавно наша страна вышла из моратория окончательно. Хотя фактически все эти годы мы, а еще Украина, Белоруссия и Казахстан были единственными, кто ратифицировал документ. За эти годы НАТО заметно выросло. И сегодня имеет над Россией подавляющее преимущество. По военно-воздушным силам, танкам и бронетехнике речь идет о двукратном превосходстве. По личному составу вооруженных сил и боевому составу флотов более чем в два с половиной раза. Кроме того, у США и других стран Альянса есть большое количество обученных резервистов, примерно 3,5 миллиона человек, которые в течение двух месяцев могут быть развернуты в полноценную армию. Говоря об агрессивных планах России, американская страна не любит упоминать о том, что ядерное оружие США в настоящий момент размещено в Европе. От 150 до 250 единиц тактического ядерного оружия общей мощностью свыше 18 мегатонн находятся на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции. Поведение Вашингтона говорит лишь о том, что речь может идти не о сокращении, а только о наращивании этого потенциала. Мы, конечно, сегодня не стоим на пороге Карибского кризиса. Накала таких страстей нет. Но то, что мы движемся в его направлении, это точно есть. Только сегодня ракеты везут не советские суда на Кубу, а американские корабли в Европу. Вот в чем вся разница. И они из нас формируют образ врага. У США самый большой военный бюджет в мире. Естественно, что Западу выгодно наше отставание. Но нам-то это не выгодно. Почти четверть века наша оборонка находилась в замороженном состоянии. Армия жила на старом, еще советском наследстве. Теперь нужно наверстывать упущенное. Масштабная программа перевооружения до 2020 года приведет к замене более 70% военной техники и оружия. Вертолету К-52, прозванному за свою фантастическую маневренность «Аллигатор», по-прежнему нет равных в мире. Он оставляет далеко позади даже легендарный «Апачи». Но, скажем, чтобы установить на него новые ракеты, еще недавно уходило много времени. Изменения в военной сфере поражают. Российскому оборонно-промышленному комплексу за год удалось добиться таких результатов, которых от него не могли дождаться два десятилетия. Техника следующего поколения сегодня уже в войсках. Конечно, санкции перекрыли нам доступ к высокотехнологичным приборам и механизмам из Европы и США. В ответ российский ОПК быстро мобилизовался и научился делать свое. Форум «Армия-2015» стал самой крупной выставкой оружия за всю историю России. Мы научились не только модернизировать старые советские образцы, но и пополняем каталоги новейшими и самыми современными типами вооружений. Говорить о том, что сегодня Россия участвует в какой-то гонке вооружений, или о том, что мы в нее вступили, у нас все достаточно планово. Эти программы были заявлены еще в 2007-2008 году. Мы их не нарушаем, несмотря на все экономические сложности и кризисы, и санкции. Но главное – перевооружение не только поднимет престиж армии, но и поможет всей отечественной экономике. Оборонка всегда двигала вперед ракетно-космическую, авиационную, судостроительную, электронную промышленность. И, наконец, научные изобретения и новшества, созданные в военных лабораториях, часто находили и находят свое применение в обычной мирной жизни. Так что пусть вокруг нас и нагнетают русофобскую истерию, пытаются втянуть нас в очередную холодную войну, но у России свои цели и задачи. А западные фобии, в конце концов, это исключительно их личные проблемы.